так собственно надо воду тут откачать так опять из следы крови или что это благодаря этому я могу частично контролировать поток воды в коллекторе к тому же этой водой можно пользоваться для разных целей например пить так ну пить бы отсюда точно бы не рекомендовал ибо фиг знает что тут было кстати тут вроде бы пугалка даже с этим невидимым говнюком будет просто по воде что-то шлепать будет спонтом намекая то что опять может быть типа этот невидимый говнюк хотя их тут нету на самом деле так тут пьется немножко попрыгать отлично так вот он первый кранчик крапан или как его там назвать даже не знаю ну вот собственно так скажем немножко пугают хотя тут их на самом деле когда у этих водяных нету невидимых так тут записочка давайте сначала почитаем 1839 год александр верит в то что принято считать магией я даже не удивлен уже когда я ехал в брененбург я предполагал что придется столкнуться со сверхъестественным чтобы спасти свою жизнь для меня все это странно но я стараюсь собраться с духом и не тратить время на сомнения александр разбудил меня рано утром и сказал что пора приниматься за работу ему явно не терпелось взяться за дело мы спустились в подземелье где александр проводил ритуалы я с трудом в это верю но александр утверждает что родился в эпоху возрождения и застал самого да винчи александр показал мне пару комнат где занимается анатомией алхимией и ботаникой но самое важное место в брененбурге внутреннее светилище там мы попытаемся навсегда изгнать тень сферы так антала чем эту фигню так по часовой стрелке вы либо она точно обычно так давайте-ка сначала сюда сходим посмотрим что тут так маслица тортница там какие-то крики были потому что человек сидит что похоже там заключенный сидит в этой фигне да судя по всему чего купается заживо утонуть что же мы до тварель то она надеюсь все таки эти корень отсюда откроем из другого места так давайте сначала сюда сходим дома самая пока пользоваться не буду вам приточнее она нам еще пригодится лучше сэкономить на этом тем более тут местами цветов сам более менее так что тратить смысла нету берем камушку нам сейчас понадобится чтобы опустить мост кидаем цепь вот и все хрупкая цепь оказалась ничего не скажешь так на 5 попрыгать немножко надо так очередная записка восьмое августа 1839 год я до сих пор не был уверен что я на верном пути но теперь я знаю александр смог направить силу сферы в наши тела внутренний круг озарился синим светом и я ощутил тоже что чувствовал в подземной гробнице я был в круговороте видений было страшно но александр держал себя в руках и использовал странные приборы чтобы укоротить бурю внезапно в синим сияние появились красные пятна со стен потекла пульсирующая живая масса александр быстро накрыл сферу и жуть исчезла похоже тень подобралась ближе чем думал александр он сказал что завтра мы проведем ритуал ограждения и что мне нужно подготовиться не знаю чего он от меня ожидает но у меня дурное предчувствие судя по всему не зря но было так проволочим очередной вентиль отличненько так собственно последний остался еще третий и можно отсюда уходить знакомый звук хотя водяных этих тут нету так тут можно обжечься и даже умеет так что надо поосторожнее так перекрываем этот вентиль чтобы убрать пал да вот бы все так тут темновато плохо все видно ну да ладно так записка там ничего нету не а ничем 9 августа 1839 год сейчас раннее утро александр занят подготовкой ритуала он так старается что у меня возникает вопрос зачем какая ему выгода наверное ему интересно как ученому но вряд ли он помогает мне не просто так неужели он настолько глуп и хочет подчинить себе сферу когда вчера александр наполнил внутренний круг синим светом я понял что мы коснулись лишь малой части того на что способна сфера речь идет уже не просто об изгнании тени мы на пороге необыкновенного открытия офигеть необыкновенные так собственно все валим отсюда нафиг не хочу тут задерживаться делать тем более тут больше нечего так воду мы откачали теперь нам нужно противоядие а противоядие находится за этой дверью так что нам надо отпустить мостик этот а чтобы отпустить этот мостик нужно починить этот рычаг точнее не у чака саму систему спуска как вы видите она не работает скажите герберт как вы узнали про это место старый друг ваузлири так вообще не точно точно не помню как все это делается тут так что придется все вспомнить врагов тут нету так что беспокоиться не стоит так вот эта труба нам потребуется так тут должна быть трутница а вот она так так а зато и дверью что так эту систему придется запустить в каком порядке я не помню точно вроде бы до щелчка все это крутится хотя кто знает рано все это выясним позднее так вот еще одна труба она нам тоже нужно так положим пока сюда так теперь с этой дверью прикол такой она постепенно отпускается то есть нам придется подставить от коробки чтобы и прижать так скажем так думаю еще одну коробку и хватит да дамы хватит так так кидаем тубу тубу туда эту тоже и сами походим как говорится так эти тубы устанавливают за той дверью в конце только вроде бы нам еще одно нужно так и не помню где еще одна значит в одной какой-то из комнат она труба это последняя тут потому что ее нету так кидаем пока их сюда чтобы потом не таскать лишний вес посмотрим сначала в этой комнате а вот собственно и она так тут трудница записка так тут под лестницей что-то вроде бы должно быть а масса небольшой секретик скажем так масса нам пригодится так 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 вроде бы в той комнате также в таком же порядке это все располагается хотя может я путаю ладно сейчас все это выясним сначала прикрепим эти трубы они крепятся вот сюда одна вторая не в таком порядке не в таком вот таком и последнее так куда ты так крепишься во в таком порядке вроде бы они крепятся если мне не изменяет память так теперь в эту комнату теперь надо запустить систему скажем так да это будет интересное чувство так 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 тут вроде бы запустилась отлично так посмотрим тут работает так вот эта хрень должна крутиться это означает будет что все работает так значит последний комнате осталось запустить все собственно вот этой тут вроде бы все крутится до щелчка тут нет лампы книги так лампы тут нету а свечка есть свечка отлично вроде бы после до щелчка если мне не изменять память вот щелчок был так так а тут аккуратно говно чтобы щелчок не попустить вот отлично вот и все так давайте поверим крутится ли там эта фигня так она почему-то не крутится не знаю почему или мне кажется что она должна была крутиться тут возможно меня глючит так тут все работает возможно мне показалось хотя вроде бы помню что там должно крутиться было ладно впрочем не важно давайте выйдем и посмотрим если все работает то работает если нет то вернемся сюда назад я все таки надеюсь все работает так что же с богом похоже нет что ж такое а что то я не пойму или может этот поднять сначала надо что-то все это подзабыл если честно этот момент так а теперь не а нифига что-то не работает так давайте вернемся в эту комнату может я не все в том порядке запустил не в том порядке кто знает ну-ка так ладно мне кажется я не в том порядке запустил возможно сначала надо было все это подвесить хотя тут уже подвешено вроде бы так не двигаться видимо застряло так значит это уже запущено так что же я упустил то так тут вроде бы ничего что-то я не пойму вроде все работает в той комнате точно все запущено а в этой так это что за ручка а рукоять попустил не взял ну ладно хотя она вроде бы все равно не нужна не потребуется на протяжении всей игры насколько я помню так вроде запустилась только что я такого волшебного сделал я что-то не понял да точно запустилась из-за одной рукояти только что ли из-за того что я ее пропустил хотя я говорю она мне вроде бы никогда на протяжении всей игры не требовалась это видно просто так скажем косяк разработчиков был видимо хотели какую-то головоломку сделать но она не потребовалась ну это если мне память не изменяет хотя вроде не изменяет ладно самое главное запустилась отлично хотя не все так отлично мостик застал надо на нее кинуть камень туда чтобы он спустился вниз так тут где-то камни должны быть а вот они думаю одного достаточно будет отлично надеюсь попаду с первого ваза лишь бы он долетел только отлично и так мы отправляемся в молк уууу но так собственно сюда мы пошли за противоядием Видишь, Даниэль, она уступила. Кто? День. Правда? На какое-то время. Пойдем. Давай уберем это и немного отдохнем. Хорошо. А куда? Вниз по коридору. В морг. Там что, есть и другие тропы? Ты отлично справился, Даниэль. Нам пора. Пойдем. Что? Что случилось? Откуда все эти тропы? Где я? Что происходит? Помогите! Кто-нибудь, помогите! Отстой! Вы только посмотрите на стены. Они когтями пытались выцелопать проход, люди. Жесть. Два. Нет. Три дня. Это безумие. Почему сюда никто не приходит? Эй! Кто-нибудь! Я что, один тут? Помогите! Помогите! Я так устал. Если я засну, то вряд ли уже проснусь от этого кошмара. Прошу. Отче на небесах. Забери мою душу во сне. Так, ладно. Не будем оставаться в этом мальчном помещении, пойдем в другое. Тут, кстати, появится один говнюк, так что надо поосторожнее быть, во время спрятаться. Тут явно что-то тащили. Закроем дверку за собой. Блин, ну чувак, прикрывайся бы уже, ё-моё! Дети могут смотреть, чем бы его прикрыть. Все-таки цензуры и так далее. Возможно, книжонкой. Книга не бьются. Ладно, поплываем кобочкой. Так, аккуратно. Аккуратно. Во! Блин! Чувак, прикрывайся. Ты меня слышишь? Ты передумал? Чё, да прикрыть бы его чем-нибудь, реально, что ли? Радно. Фиг с ним. Хочет быть нудистом, пусть будет нудистом. Сколько трупаков, это же жесть. Так, тут больше ничего не надо. Эту дверку советую сразу открыть, мы там и спрячемся. Среди трупов. Записочка. Так, еще одна. Артефакт. Так, ладно. Собственно, как добывать противоядие? Противоядие можно добыть только через его кровь. То есть, приставив эту кровь от этого труба себе. Так, соединяем эту фигню, маслице зальем. Да, весьма неприятная процедура сейчас будет. Посыливаем ему голову. Вставляем эту трубку с иголкой. Шприц, точнее. Это шприц? Чуть нифига на шприц не похоже, но ладно. И вкалываем себе. Так, теперь, собственно, у нас есть иммунитет. К этим грибочкам. Так, подключимся сразу в комнату. А может, и не сразу? Так, вот теперь... Че, вот сразу. Так, сюда он не пойдет, так что не беспокойтесь. Просто ценимся тут. Так, хоть бы он уходит. Вроде бы. Хотя музыка еще играет. Нет, не уходит. Ну че тебе надо? Уходи. Че он там застрел, а? Не очень приятное место. Так, хоть бы уходит. Да, хоть бы все. Ага, точно. Так, давайте-ка валите отсюда нафиг. Ух, блин. Зе. Ошибку я сделал, ну ладно, надеюсь, убежим. Да. Ну ладно, немножко адреналина не помешает, а то как-то уже скучновато стало, что ли. Заодно разглядели его вблизи, если так можно назвать. Блин, нашего героя мутит, это пипец. Ну, собственно, да, рассудок теряет уже по полной. Надо бы немного ему очухаться. А то так и крыша поедет. Так, а ну тут задерживаться не будем лучше. Пойдем дальше. Сейчас придется спуститься в канализацию. Как я ненавижу канализации. Хотя, думаю, их все ненавидят. Так, вот, собственно, и поход в нее. Корректор. Так, открываем решетку и спускаемся вниз, собственно. Весьма неприятное местечко будет, честно скажу. Очень неотстойное. Надеюсь, тут надолго не задерживаемся. Сейчас появится еще один говнюк. Просто прячемся тут. Он нас не увидит, надеюсь. Вот, собственно, и он. Походи мимо, чувак. Не обращай на нас внимания. Так, надеюсь, он ушел. Аккуратненько. Вставать пока не будем. Чтобы не заметил. Да, вроде бы он ушел. Ну ладно, он пошел туда, мы пойдем туда пока. Так, нам надо эту хрень остановить. Нам нужна железная труба, вроде бы, если не изменяет мне память. Или что-то типа того. Да-да-да-да. Так, лестница. Нам до нее не такинуться. Как обычно. Так, тут, кажется, трубы этой нету. Она в той стороне, куда этот говнюк пошел. Так, тут массово. Ну ладно, тут немножко. Так, ладно, пойдем за трубой. Да, все в этих каебочках. Соответственно, матник противорядей нужно было. Чтобы мы тут не окачурились, по сути, сразу. Так, с помощью того механизма, где мы тут видели в комнате, мы сможем замедлить скорость вот этого фигни. Да, замедлить скорость этой фигни. А с помощью куска трубы, собственно, ее и остановить. Заклинив механизм. Так, тут трубницу кто-то оставил. Весьма любезно для нас. Так, вот, собственно, и труба. Так, берем трубу. Возвращаемся назад. Хотя механизм, можно было сразу замедлить. Чего-то мне это в голову не дошло. Да, не пришлось бы бегать туда-сюда, но ладно. Вернемся назад. Правда, в каком порядке там все это нажимается, честно, не помню. Так что, возможно, придется опять повозиться. Надеюсь, недолго. Так, закроем-ка дверь на всякий случай. Мало ли. Так, всего два очага. Так, давайте-ка. Так, а этот на максимум, может. Вроде бы так. Хотя, кто знает. Ёпти. Так, прячемся. Так, спрячусь, сядем с грибочками. Так, я нанесу таких кайф, не поймаю. Хорошие грибочки, надо сказать, убойные. Да, мощная штука. Да мне пофигу, что ты там мучишься. Я тут под кайфом от грибочков. Что-то хорошие грибочки реально, блин. Надо собой прихватить будет. Так, ладно, совы, пожалуй, брать не буду. А то, хрен знает, какой у них побочный эффект. Что-то, как они дымятся, это жесть. Эти грибочки. Так, надеюсь, этот гад ушел. Да, вроде бы ушел. Ладно, пойдемте заклинивать этот механизм. Так, ну, собственно, берем трубу. Где она? Вот. И вставляем. Вот и все. И поползаем. Так, куда дальше? Тут, собственно, что-то уже подзабыл. Так, ну, эту решетку, вроде бы, повет один говнюк. Когда мы из этой комнаты выходить будем, да. Так что давайте сразу сюда. Кто-то крыс в кучку саживает, я не пойму. Себе кто-то на обед, что ли, оставил? Или что-то типа того? Весьма предусматрительно. Так, тут опять с этой дыренью взросл. Труп этого говнюка. Какой касавчик. Так, собственно, давайте выйдем, чтобы этот гад появился. И сломал ту решетку. Ну. Вот и все. Бежим сразу же назад. Закрываем дверку. И прячемся тут в углу. Тут нас не заметят, надеюсь. Так, пока он не пришел, включим свит, чтобы рассудок не потерять. Так, выключаем, он уже рядом с дверью. А может, еще не рядом, но ладно. Так, вот он уже дверью ломает. Ну, я думаю, он нас тут не заметит, надеюсь. Что-то не смотрим на него, не смотрим. По сути, он должен быстро уйти. Да, хоть бы он уже уходит. Ага. Точно. Так, все, он ушел. Отлично. Павдрада... Так, как это? А, 20, рано, я честно вам скажу. Тут, по сути, потруливает местность еще один гад. Даже не то, что потруливает, а... Караулит одну и ту же точку. И с нее не уходит вообще, тупо там стоит. Собственно, да, это он. Обходим с этой стороны. Аккуратненько. Ему надо будет отвлечь. А потом быстро побежать. Так, берем камень. Аккуратненько камень, главное, не уронить. Чтобы мы его к себе не привлекли. Собственно, вот он стоит, караулит. Кида, мы кидаем туда, в самую далекую точку. Это куда, не знаю. Надеюсь, он на нее отлетется. Счет, он на нас отвлекся, вообще-то. Что-то как его отвлечь-то оттуда. Я что-то не пойму. Так, будет, будет, он от меня на камень опять отвлекся. Так что давайте попробуем вокруг от него бежать, пока он на камень смотрит. Возможно, сможем спокойно пойти. Черт, не смогли. Блин. Ох, ю. Ну, нам хана, похоже. Похоже, да. Похоже, да. Да. Вот сволочь, а. Отвлекающий маневр, но я его, собственно, и придумал. Я кинул камень, а он на него нифига не отвлекся. Что-то. Похоже, придется повозиться тут. Что же он на камень не отвлекается-то? Ладно. Попытка номер два. Он выбрал все там, стоит этот гад. Твою же мать, сволочь, какой ты страшный. Да блин. Так, что-то нифига не выходит. Раньше, если честно, вообще спокойно побегал. Но это была версия 1.0. Самая первая. Возможно, он тут тупее был. Какого? Откуда он вышел, я не пойму. Я что-то не понял. Ну ладно. Давайте попробуем побежать, пока он там отвлекся. Вообще, каким фигом он туда пошел? Он, по идее, стоять должен. Е-мое-мое-мое. Он что, телепатируется, что ли? Быстрее, 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 Даниэль. Давай, давай, давай. Фу. Так, ну тут он нас не достанет. Да я что-то не понял, как он-то нас так быстро догнал. Похоже, читает говнюк, блин. Хватит читами пользоваться, гад, а? Телепатируется тут на всю кауту, гад. Ох, ё. Ладно, туповатый немножко момент вышел, но ладно. Ну и быть бы живы пока. Так что давайте подниматься и походить дальше. Так, надеюсь, лестница не обвалится. Так, надеюсь, лестница не обвалится.